Ну что ж, парим, парим на Пик Бедур, красота. Видите, загорелась лампочка, снег, с абортовой отрицательной температуры, эллисота 3300, я надеюсь, что сейчас мы увидим радугу. Клаус впереди, я сейчас чуть-чуть увеличу скорость, постараюсь его догнать. Ну вот такая вот котовая сейчас справа, видите, какая красота. Я очень надеюсь, что мы сейчас сможем какую-нибудь радугу заснять. По идее, если правильный ракурс по солнцу выбрать, то можно и радугу заснять. Вот впереди Клаус, я сейчас за счет избытка скорости подхожу к нему, начинаю потихонечку сбрасывать скорость. Итак, друзья, мы пролетаем, вон какую красоту, посмотрите, с Клаусом вместе, вон у нас, внизу снег остался, снежная пуля. Красота! Справа от меня Клаус, как раз сейчас на фоне всего этого дезобразия. Вот такой вот интересный у нас полет получился. А сейчас она должна переть со страшной силой вверх, знаете. Я и Клаус поджимаемся, но он ближе немножко к зоне осадка, по идее, у него гипотетический подъем должен быть лучше. Не знаю. Но впереди вот такая штука, так это все выглядит. Потеем опять. Форточку открыл. И еще один заряд. Интересно, домой мы будем приземляться по таким зарядам или пронесет нас? Я так понимаю, что мы сейчас на экранце летим. По зажигать. Тогда надо батарею срочно оставлять для экранца. Вот здесь все, как красиво. Оп. Клаус в набор пошел. Куда не в набор. Ух ты шлем. Ай, красава. Учитель молодец. Знаете, так просто понадобирать. Вот в такой страшной системе. Да, я помню. Как красиво. Смотрите, торжество момента. Вот Клаус сделал одну спираль. Одну спираль. Сейчас будет разгоняться, скорее всего, в сторону пик-дебюра. Я бы так сделал. Ну-ка. В общем, учитель абсолютно делает это. Не то, что я сказал, то он и сделал, а... Ну, здесь все логически. Мы набрали максимум. Теперь надо разгоняться. Все, помчались. Куда помчались, не знаю. Запомчались. Здесь какой-то залапанный панель уже. Ничего не видно. Снег валит. Мы пошли похулиганить на экранц. Я так понимаю, что мы идем на экранц и что-то выжигать. Это клево. Я обожаю экранц. Мы закончили, по сути, круг. Видите? Вот у нас пик-дебюр, где мы с Клаусом сегодня с утра встретились. И мы фактически начинаем следующий круг нашего маршрута. Только если с утра мы летели вот туда, то сейчас я не знаю, куда мы полетим. Может быть, так же полетим. Но я так понимаю, что мне было бы интересно порасвернуться по вот этой дубе экранца. А тут что Клаусу интересно, я не знаю. Мы продолжаем наш маршрут. Вот у нас город Габ. Мы двигаемся, в принципе, тем же похожим маршрутом, которым летели с утра. Это логично. Прямо по курсу по Росеоблака есть возможность там набрать высоту и продолжить наши приключения. Как продолжить, я еще не знаю. Вот некоторые вообще домой же возвращаются. Вот с левой стороны пик-дебюр, красавец наш. Планера идут домой. А мы летим к настоящим приключениям. Это вот по-клаусовски. Это прям вот классика жанра. Сейчас он чувствует еще каких-нибудь приключений на нашу голову нам насобирает. Но это классно. И вам интересно посмотреть. Во! Что высота! Ну, с утра мы шли немножко левее. Вот, видите, крыло показывает на цепочку такую, длинный такой хлиптик. Вот по нему мы бы скакали после пик-дебюра. Ну, это, в принципе, логично. Ну, а сейчас вот висят облака, кто не подсказывает, где есть энергия. Снизу у нас город Габ. Сейчас даже вы можете посмотреть архитектуру, наверное, рассмотрите. Город красивый. В центре там такой... Вон, а... Старинный какой-то там... Собор. Тоже старинный, красивый. Недавно реставрировали. Так что город Габ я тоже посетить рекомендую. Высота наша сейчас 3000, более чем достаточно. Продолжаем. Мне кажется, мы сейчас как раз пойдем погонять на экран. Это было бы очень хорошо, потому что это очень красиво. Учитель Клаус подвывает от восторга. К сожалению, я не смог заснять его в это вот... Его действие, но он сказал... Еее! Когда так. Ну, потому что действительно, я бы, знаете, как клево. Больше пяти метров поток. И вот, красота какая. Это... Пять часов вечера уже. Я думаю, что мы сейчас экран все-таки покорим с Клаусом сегодня. И это будет классно. Так что мы продолжаем. Снизу город Габ. С красивой архитектурой. Если вам видно, смотрите. Дома гроза снежная. Но я думаю, как раз к нашему возвращению она распадется. Там кто-то еще хулиганит. Куда Клаус собрался. Так, нам надо будет сейчас продолжать. Еее! Фантастик! В облака не входить. Клаус, в каком направлении мы идем? Я идем к Киеву. И мы идем к Киеву. И мы идем к Киеву. Окей. Окей. Так, ну что ж. Вышли из облака. В облаке... Я немножечко Клауса потерял. Потому что... Разогнался, выскочил из него. А, Клаус за мной. Он выпустил тормоза воздушные. Понятно. Ну вот мы еще сейчас ногием. Абсолютно классический переход долины. Только с утра мы проходили немножко ниже. Не было у нас такой высоты. И мы пришли. Вот прямо по курсу видно вот эта вот горочка. Ну, практически на ее уровень. А сейчас на дне жирное облако. Я думаю, что мы под ним зажжем. На самом деле, очень яркая погода. Сегодня крайне хороший день в Альпах. Завтра будет уже там дожди какие-то, еще чего-то. Но сегодня вот как раз ветер, видимо, с южного меняется на северный. По-моему, кажется, да. И вот такая вот зона с мощными конвергенциями, с осадками. Причем сплошная радость. Ну что, друзья, мы практически повторяем маршрут наш утренний. Первые половины дня. Прямо по курсу горка, куда мы приходили с утра. Ну, только значительно ниже. Там висит прекрасное облако. Мы под ним наберем. Ну, и я так понимаю, что мы не пойдем дальше опять на Моторкорн. Видно, что погода вот она. Вот она локальная. Погода как раз в нашем регионе, в нашем районе, что прекрасно. И я надеюсь, что Клаус соберется прошмурнуться по экрану. Это вот, куда сейчас камера показывает. Вот над этими прекрасными горами мы пройдем на северо-запад. Сейчас посмотрим. Я шпарю с максимальной возможной скоростью. Ну, не максимально, там, 180-200. С учетом того, что потоки по 4 метра сейчас, тут грех идти медленнее. И вы можете поставить на мою счастливую морду. Я доволен, навсегда, как слон. Сейчас флангер вам покажу. О, красота! Конечно, вот так летать вместе, это просто волшебно. Во-первых, красиво. Можно на видео вам показать, как флангер выглядит. А то вы все на земле, да, его видите. Возвлеки мало. Сейчас поближе подойду. Видите, как это выглядит. Ну вот скорость у нас теперь 120. Мы должны разгоняться. Ну, это как раз безопасно, когда мы ниже этого планера. ой, нифига себе, как ее поддуло под крылышко-то это урболент достаточно приличное все двигается эта белака иногда подштыривает а вот здесь дует юг, например помните, недавно мы где-то летели, был север сейчас вот южный ветер 11 км в час ну юго-запад дует опять озеро Серпансон давно не виделись та же горка и впереди гора Лиси, на которой мы набирали все, мы замкнули круг пошли на второй и так можно, друзья, летать я обычно с утра летаю с каким-нибудь одним учеником потом раз меняю на второго и получается два кольцевых таких форсута интересных и красивых но сегодня мы просто чуть-чуть запозднились с облетом, но может быть и хорошо зато самые яркие условия зацепили сейчас система предупреждения только на видео предупредила, что встречный планер прошел, заведенный планер на боли остался мы здесь не стали набирать зачем это здесь слабенько и так пройдем у нас высоты достаточно нам, в принципе, до кромки ну 200 метров добрать можно, только вот но совершенно это не нужно нам хватает высоты доскакать до Лиси а там заведомо набор веселее ну и вот смотрите, какие краски яркие да, вот гора на фоне озера да, друзья, посмотрите, какая красотища вот как все-таки выглядит снег ярко в контрасте с зеленью и с голубым озером посмотрите, вот сейчас видно Плауса на фоне грозы вот там настоящая наковальня уже и мы там были сегодня то есть вот там мы были как раз вот это граница Италии и Франции вот там влаги было много-много-много потом ее стало совсем много вот там нас как раз не все облака держали и сейчас это там сварилась настоящая уже гроза боевая вот так и бывает красиво красота озера Серпансон вам еще разочек ну и вот это вот с левой стороны гора Гийом гора на самом деле палочка-выручалочка дело в том, что практически вот во второй половине дня всегда на эту гору дует бриз я сейчас проведу с телефоном видите, поймете вот по сути по озеру дует вот с тех долин там получается вот долина Ликидюранс как бы понижение и с этой долины приходит бриз и вот этот бриз создает течение на гору Маргон ой, дьем и на ней очень легко выпарить и тем временем я потерял а, вон он спереди не помню, что я так подотстал чтобы подснять вам а, вот сейчас интересный момент площадка вот смотрите я вам покажу площадочку пальцем вот тут вот здесь вот на берегу находится площадка маленькая для дельтапланов на которую я умудрился приземлиться на планере вместе с моим инструктором Каем было очень познавательно и интересно это реально единственная нормальная площадка во всем районе ну или можно всегда в такой ситуации лететь вот там за Гиомом дальше аэродром Сан-Крепан до него дотягиваешь если на Гиоме там хотя бы 2000 ест ну вообще 2000 на Гиоме ты значит и выпарешь ну всякое бывает Клаус летит вперед собирается там где-то брать какой-то поток не пошел на экран с Клаус не знаю по причине видимо ему тебе кажется что здесь интереснее мы сейчас пересекаем долину и прямо по курсу если таким курсом пойдем то мы может даже до озера сердца можем долететь не знаю посмотрим пока летим весело клево мне нравится эй впереди горочка скорее всего на ней станем в набор Клаус все имели знает более-менее этот район я хорошо знаю что по второй полной дня здесь полетать очень интересно бывает поэтому я рад что мы сюда забрались продолжается наше приключение друзья аэродром Сан-Крипан который был с утра вот там вот за поворотом ну и собственно там где-то далеко мы там как раз далеко-далеко и были вот крыло показывает куда там далеко далеко мы летали сегодня а сейчас вечер сейчас уже там какой-то час я уж не помню какой уже достаточно поздно пять часов на шестой час ну пока учитель летит и я лечу куда мне деваться то чего-нибудь домой что ли на посадку это будет позор а разве я способен на такой позор о том скажут что ведущий канала мечта летать трус неотваждый летчик я кстати в ситуации когда допустим будет типа меня назовут ой что ты боишься это сделать я скажу да пошли вот к пень у меня жизнь одна поэтому я там решаю что я буду что не буду но вот сейчас использовать опыт клауса для того чтобы классно с ним погонять вечером клаус вообще обожает летать вечером самых уже последних слабых потоков потому что в этом случае ты ну учишься забирать вот эти по крайней кройке энергии и он часто привозил группу например в группе немцы уже там все писать хотели и уже там тяжело им бедным они поуставали а я такой молодой относительно и такой эгэгэй еще хочу клаус кто говорит хочет еще полетать я карьер два человека ну и вот так вот мы с клаусом по вечерам летали сейчас вот все как в старые добрые времена пока он трендел смотрите когда клаус улетел и насколько выше уже меня видите вот вот мастерство пусть я там чуть скорость подсбросил в нужном месте где-то там в нужном не затянулся и все и учител уже высоко а ученик полный позор вдоль хребта этого летим ну достаточно очевидно здесь близ тоже приходит 26 километров в час на него дует так что все хорошо вот клаус впереди встает на разворот на змейку и подрежем немножко чтобы поближе к нему быть а там нам разведал все вот как красиво получилось вот как красиво пройти и сейчас самый кайф для съемок ну что свет стал таким мягеньким вечерним не знаю как это называется у тех кто всякие видео снимает но реально очень кайфово ну вот сейчас мы проходим видно что энергия есть но я бы не сказал что тут идет там валом сейчас тихонечко будем повыше повыше как будет какой-то момент когда плаган начнет просыпаться нужно не пропустить момент когда надо в общем-то домой собраться ну клаус человек опытный я сегодня ведомый я бы может как всегда собрался чуть раньше но стыдно же ой бросил на скону сейчас не слабо вот смотрите какая красота тут на разворот удачный я тут поуже развернулся и на одном уровне с учителем очень хорошо ура я учителя догнал друзья победа но я вообще в принципе скажем так любитель вот таких узеньких штучках развернуться поэффективнее и в этом случае так раз и повыше но это знаете такая временная штука потому что сейчас раз и повыше клаус будет поэтому на склончик довернуть вот здесь прям со склона сходит вот так отскользует это его вот дальше полетел куда-то ну ладно мы за ним что делать продолжаем за клаусом клаус ты продолжаешь к nord да ну ладно ты продолжаешь да я продолжаю ну ладно ну ладно ну ладно что такое не надо что было да окей ну вот учитель вышел из потока не предупредив ну с другой стороны я по идее должен автоматом у него болтаться особенно вот при таких полетах на хвосте поэтому не должно быть вообще как говорится никакого дополнительного мнения что делать на хвосте и все прямо по курсу облака куда он он собирается вот я сейчас в опасной ситуации в опасном положении я над ним поэтому мне крайне надо сейчас внимательным быть чтобы я не разогнавшись не протаранил учителя ну а сбрасывать высоту я не хочу хочется повыше быть поэтому я подостал чтобы быть дальше полностью сконцентрирован уже на на нем тут уже не так не тот не та ситуация что чтобы я не делал я его не достану сейчас могу сейчас могу чуть подразогнаться капельку переставить догоняю потихонечку ну и вот мы идем прямо мы идем по курсу облака к ним придем там наберем я так понимаю что мы может быть сейчас до озера сердца слетаем левое крыло сейчас попробуем показать аэродром Сан-Крепан смотрите вот с утра мы его пролетали вот мы сейчас опять летим так что аэродром видим только мы сейчас от него южнее вот Клаус летит и мы летим вместе с ним на вот этот крокодильчик такой крепят длинный вот крокодила здесь очень красиво сейчас попробуем заснять пролет крокодильчик всегда очень хорошо работает весь вопрос в какое место его прийти места пристреленные приформленные в общем-то вот так вот красота сбрасываю чтобы Клаус подо мной прошел вот он сейчас на фоне аккуратненько склонов пройдет у меня скорость 100 и посмотрим где он там нам поток найдет удачный какой я ракурс выбрал друзья посмотрите я прям этот как его спилберг блин такой у нас потока нету так в остальном все хорошо но есть есть на самом деле слабенький я сейчас постараюсь отстать чтобы Клаус вперед ушел потому что ему вираж правый делать сейчас неудачная позиция у меня надо тормозить А Клаус разогнаться я от него отстал в нормальном корректной позиции сейчас нахожусь ты чуть на склон довернул чтобы ему совсем не мешать триммер переставил оп и поток между делом в красивых съемках еще и поток взяли друзья сейчас наступил какой-то самый волшебная часть полета наступила такой знаете релакс у меня перестала болеть башка я перестал париться по поводу этого видео как-то стало не знаю легко вот уже понятно что какая у нас задача сейчас что мы планируем сделать пошел вот этот волшебный цвет мне почему-то пить пересталось хотеться в общем все хорошо мы продолжаем и вот сейчас вы видите работу парой у склонов в данном случае у меня четко должна быть скорость не больше чем у учителя сейчас удачно здесь прошел делать вираж я тоже должен на этот же вираж идти аккуратно так же красиво стараясь не сильно выходить в какую-нибудь зону минусов но вот даже я не сказал что очень удачно я развернулся сохраняю преимущество небольшой по высоте ну и внимательно смотрю по сторонам потому что здесь как вы понимаете не только клаус может быть но и много других хороших людей а на фоне снега как вы видите черточка планера проецируется я бы так сказал отвратительно я здесь развернусь не пойду куда дальше я бы вообще сейчас закрутить бы мечтал посмотрите друзья клаус это волшебник человек который просто ты просишь я бы хотел вот это пространство просишь он чпук чпунь и все вот он золотой человек и все мы встали в набор два с половиной большие с метров секунду что в общем-то для вечера для трести часов вечера я считаю надсу внизу остались скалы на котором уткам елозили сначала восьмерка да мы сейчас можем набрать кромку по большому счету после набора кромки нам чтоб отсюда прилететь домой нужно там три тысячи метров еще 200 метров у нас до лет до дому отсюда сможем если что захотим сразу домой но я думаю что клаус что-то еще затеять какую-то еще авантюру так я пока там сказки вам рассказываю я расслабился и не протянул видите сразу же начинаю отставать сейчас вообще вот эта протяжка подправка на каждой спирали вот этой зоны где-то работает в потоке очень важна потому что она позволяет как раз максимально эффективно набирать высоту сейчас у нас ровно три метра в секунду как красиво у нас сейчас клаус смотрите как мирожен сейчас крен побольше сделал как раз закрутить здесь красавчик красавчик вот я пожестче закручу красавчик вау как я удачно прям поуже как и клаус он поуже и я поуже мы сейчас узко работаем градусов на 60 нет 45 плюс есть точно как приходится некоторые спрашивают а почему значит вы когда трет держите у вас планер куда-то не соскальзывает ну друзья ну потому что подъемной силы вырабатывается часть ее держит планер вверх а часть создает центра стремительного ускорения которое заставляет планер разворачиваться 38 метров в секунду 6 часов вечера это фантастика это просто клаус абсолютно прав назвав этот день волшебным максимальное сближение чпунь так вот с учителем классно работает а мантвиза кстати сейчас вам покажу мантвиза рощи вот мантвиза в кадре расклад снафон ее пролетел но а как я удачно как удачно я отправил ну отлично видео снимаем огонь огонь вам наверное скучно единственное смотреть это все однообразно сидят дураки я тогда расскажу про ученика был у меня ученик который насмотрелся фильмов про реактивный истребитель планер реактивный который в гараже сделали и приехал ко мне летать ну причем он знал что планер там летает да вроде как планирует ну и в первый день мы с ним взлетаем и погода была просто бомба мы под грядами вот такими практически без набора то есть первый набор на моторе и потом как зажгли просто как не крутя и что-то летали так часа два а потом залетели в экран далеко и погода чтобы закончилось зритель просто сложное место и я встал в набор и вот стою вот так вот набираю ну сколько бы сейчас 7 минут да 8 минут мы сейчас набираем уже а то я там минут наверно на 20 застрял с этим набором и он говорит слушай и что мы теперь так всегда летать будем я говорю ну подожди но мы сначала высоту наберем потом мы будем тратить мне говорит слушай мне надо как вот как вот было сначала что эх и понеслась такого просто не бывает физически потому что нам нужно высоту набирать даже нет двигателя слушай ну я думал что мы как на истребители там как это вот раз и там все время где-то будем энергию брать так чтобы не крутиться что это крутится это скучно ну вот такая вот история что человеку стало скучно он там не питал конечно неделю но так и не проникся сказал что не это не мое так мы практически доборали кровку мне интересно что сейчас будет делать Клаус пойдет ли он на озеро сердце а высота у нас 3700 метров шикарная высота вполне можем еще на мантризу сгонять по большому счету и вот так вот чтобы вечером на мантризу я еще не питал о, Клаус как заложение поскурите практически переворачивается наверное что-нибудь еще снимает ой смотрите как красиво озеро светится серпансон вообще как красиво просто вокруг просто фантастика этим видом можно бесконечно наслаждаться просто бесконечно так Клаус у меня на хвосте меня снимает а я тут подтупливаю можно протянуть вот так вот например чуть-чуть мне кажется здесь должно быть повеселее ну и все кружочек почета сделать еще раз полюбоваться как озеро серпансон светится в лучах потенциально заходящего солнца друзья ну посмотрите куда мы еще забрались с Клаусом вообще фантастика еще раз летали где-то там Клаус летит красавчик я его не вижу он сказал не ага понимаю куда он хочет нас завести если вы его там видите скажите я его не вижу где-то он сзади нас болтается а мы летим курсом я так понимаю на озеро серпансон в сторону дома под нами вот слева это у нас долина Парселонетта еще раз послетали к снегам очень красиво получилось а вон он Клаус сверху вот он Клаус красота какая ну а справа видите какая-то пурга там все Клаус изобретает какие-то фигуры высшего пилотажа шикарный полет у нас получился замечательный сейчас мы уже наверное будем возвращаться домой я очень доволен смотрите это меня какого довольного полное счастье полное счастье Клаус гоняет вокруг вот он вот что творит что творит гоняйте ракурс лагер учитель гоняйте за учеником а мы можете посмотреть слетанность в паре подлетает остается только забереть и снимать и смотреть как Клаус летает вокруг и снимает меня видите друзья а я стараюсь держать постоянную скорость вот так это выглядит киноработа в паре представляете сейчас нам достанутся какие-нибудь кадры красивые видите ругается я к облаку подвернул у меня руки дрожат подвернул на облака и со скоростью 120 идусь вперед вот такая друзья непростая работа работать парой но контент огонь должен получиться я надеюсь мне уже тут и уши заложило и пить хочется остается кроки энергии остаются в камере должна сейчас еще что-то доснимать я попробую этой камере вам еще показать грозу смотрите моноклок ой клаус за мной гоняется вот у вас вы видите грозу которая ближе к морю сформировалась вокруг меня летает клаус сейчас опять красиво будет отражаться озеро в лучах солнца посмотрите шикарно сейчас мы можем летать как хотим по той причине что мы на долете сейчас находимся у нас до аэродрома долет поэтому сейчас мы клаус меня гоняет к облакам не потому что нам нужна энергия а просто потому что это красиво ну и так правильный хребет чем больше то есть место с энергией позволяет быстрее лететь мы можем просто быстрее долететь домой потом надо лететь правильно сейчас я подхожу под облако набирать я тут не буду просто проход над криптом этим в этом месте позволит не потерять высоту высоты у нас избыток 3500 домой хватает с запасом то есть мы пойдем домой особо не набираю клаус я там не вижу что он там снимает ой немножечко немножечко придерживает сейчас по-хорошему ручку дергают так и не надо смотрите как красиво смотрится контрастно снег южный склон северный склон видите какой контраст зелень ну не зелень жухлая трава и снег очень красиво так ну я думаю что пожалуй я пока как видите управляет но у меня тоже какой-то контент огонь делает где же он там есть я просто клаусы не вижу 120 вы это видите надеюсь что видите около 4 часа сзади представляю где он тогда но мое дело это что скорость держать да все да расслабиться скорость держать да расслабиться остальное клаус делает мне так хочется повернуть голову и посмотреть на него ой как страшно друзья ну ладно все даже смотреть не буду просто лечу и все даже камеру вот так поставлю о пусть она пишет что вытворяет что клаус вытворяет ой ой как страшно смотрите друзья вот он ой 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 да круто да друзья вот это контент огонь испугаться хочу немножко посетить что творит клаус что творит вообще сказочный маньяк маньяк приманьяк учитель ты чему меня учишь я же потом на этом уже буду учить курсантам посмотрите я друзья даже смотреть не буду я отвернулся какой ужас отвернулся но знаете когда как это как мой макс смотрит фильм он прячется ой блин он прячется за ширмочку какую-то там еще чуть за ленточку и в самые страшные моменты под одеяло лезет вот и так он смотрит страшные мультики и фильмы мне кажется так же надо с клаусом сейчас летать закрывать глаза и просто точнее смотреть на скорость я сохраняю параметры полета строго 120 км в час не шевелю ручкой не создаю никаких маневров а клаус летит и надо мной издевается но зато посмотрите какой контент огонь посмотрите какой контент ой друзья так можно летать только если ты очень доверяешь человеку то есть я счастлив что клаус доверяет мне я себе бы так не доверял фу вот это было друзья испытание очень страшно очень последние кроки энергии на батарейке друзья мы на долете домой вот клаус справа только что он меня мучил с летом на стюфари по центру гроза ну грозу я вам если что с панифона засниму ну и посмотрите как же красиво вокруг как красиво мы возвращаемся домой просто фантастика я счастлив что учитель взял меня немножечко полетать сейчас мы летим с ним домой эй вот он сейчас я немножечко сброшу скорость и он меня обгонит я как раз на него поверну видите надо смотреть и на клауса одновременно и куда летишь чтобы кого-нибудь там не зафигачить вот теперь я его оп и сейчас я под ним поднырну и он меня сможет догнать я не знаю что я сегодня сделаю вечером ну кто-то сказал ох топлюсь как смеяние а какой смысл надо как-то по-другому радоваться ну коньячку выпью ладно кальвадосу ну блин просто не знаю засяду ночью ролик монтировать настолько кайфово прям у меня руки трясутся как мне хочется собрать пока с вами трендил я его держал конечно в поле зрения но что-то я думал что я помедленнее потом клаус чуть тормознул а клаус как раз работает здесь в зоне этой конвергенции и видите догнал я его немножко но мы продолжаем я так понимаю что план клауса по итальянской стороне прошвырнуться сколько угодно здесь хорошая погода максимально на юг я вам хочу показать любимое место в такое время года гора марган опять друзья думал думал что меня пронесло на самом деле нифига не пронесло клаус продолжает надо мной издеваться опять меня гоняет посмотрите на это как это выглядит вот он я даже не смотрю на него я пилотирую стараюсь держать без скольжения все ровненько строго строго скорость 120 а клаус там вокруг меня уже наяривает круги как поршун вот такая вот штука друзья вот столько мне досталось всего надеюсь что нам достанется контент огонь 120 видите как команду утром 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 120 посмотрите как красиво озеро озеро красивое санфансон ска озеро хулиган хулиган клаус который гоняется за контентом погодя за контентом мне кажется знаете друзья лучше что сделаю вот так камеру расположу и вы будете видеть как как мне страшно мою морду будете видеть как мне страшно я даже поворачивайте я хочу повернуть голову но очень боюсь потому что ой да лучше не смотреть а я буду вам рассказывать что высота наша 3 километра да 3 километра высоты нам ее хватает полностью долететь до дому сейчас отсюда прицелимся на пидвидор гоняется клаус за мной со всех сторон ай-яй-яй лучше не смотреть я просто лечу и все вот знаете как вот это я уже буду как макс под одеяло головой только впереди смотрю чтобы никого не сбить потому что клаус мной занят вот это вот это контент огонь парни и девочки уважаемые любители летных видов спорта так 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 с левой стороны давай теперь клаус поснимаем наконец-то наконец-то свобода могу делать что хочу маньяк маньяк клаус маньяк реально друзья клаус это просто маньяк клонерист маньяк ну как говорится теперь я догоним сделаем кусочек видео на фоне экрана сейчас попробуем обгоним клауса сейчас попробуем вот так сделать раз вот и уначе сброс скорости и набор высоты и скорее всего получится красивый кадр да вот отлично шикардос и мы летим домой парой все мы налетались сейчас наснимались нафотографировались полное маньячество на гоу про села батарейка уже единственная ой в общем клаус я надеюсь тоже там наснимал кучу всего вот а у нас смотрите прямо по курсу облако гроза которая была с левой стороны она рассосалась точнее ее поддуло на сестерон как раз куда-то наша долина чистенькая одиноко облако несет в сторону фельдебюра полная красота вот и сейчас смотрите я зайду немножечко перед клаусом и попробую еще раз сделать одноевр со сбросом скорости смотрите оп и вот сейчас будет клаус подо мной пролетать вот вот он красавчик во лох мы маньяки ладно пора до хаты клаус опять догоняет не закончилось ничего еще видите дай только пошалить по-моему учителю ладно сохраняю движение 150 скорость он сам знает что делать кстати телефон в данном случае работает как визор продолжается друзья эта гонка клаус заставляет меня лететь по прямой одинаковой скоростью видите что творит летает вокруг меня как хочет просто как хочет вот такая вот красота там мы идем я иду курсом на на пикдебюр и от пикдебюра поверну в сторону дома после как вкосил отсвечивается вода с ручьем с речкой солнце прекрасно съедет я думаю что клаус меня заставит еще пройти около пикдебюра для красоты мы посмотрим как это будет пикдебюр летим на пикдебюр но это уже долет домой у нас высота 2300 мне отсюда хватало бы 2000 поэтому скорость 150 спокойненько и двигаюсь в сторону пикдебюра я думаю еще сделаю проход около скал чтобы как раз клаус меня поснимал будет оптимально наверное ветер северный поэтому если я прижму сейчас пикдебюру я получу от него приличную турбулентность поэтому я просто ухожу в долину делать там больше нечего видите как обычное озеро сейчас я вам все это озеро покажу доброе вот это доброе озеро вот обычное озеро может вот так хорошо помочь планилисту помочь определить ветер и дать понять что они валить в паре свою долину дабы не накосячить вот я и валю оп и вот я пикдебюра сейчас достаточно приличную турбулентность хватаю собственно что блин как так приличную совсем чтобы подытожить итоги дня вот этот вот северный ветер вот он задул под вечер кстати ролик там про Наталью как она падала на параплане есть там такая же смена ветра была с утра юг потом раз и север и вот сейчас север дует до вот этой вот зоны где идут осадки это зона конвергенция с той стороны еще дует юг как раз разделительная такая линия получается с юга ветер с севера ветер образуется облака дьет дождь здесь еще и потоки есть я пожалуй думаю что пора на посадку я очень доволен полетом просто до безобразия доволен этим полетом так что посмотрю какое видео собрать должны собрать контент огонь очень повезло мне сегодня потому что и Клаус меня взял это что день такой необычный то есть на Матеркор ну в принципе был я на этом Матеркор уже раз наверное в 15 ну 12 и наверное нового бы там я ничего особо не узнал а здесь в привычных районах мы там полетали полетали я там ни разу не был потом под вечер так вот смело куда-то дунули ну короче класс ну и главное что еще поснимали видовые элементы должны быть просто фантастические ну что друзья спасибо вам что смотрите потому что если бы не смотрели эти видео я бы их не снимал для кого бы я не снимал если бы их смотрели а так вот видите целый день занят даже клаус загорелся этой идеей съемки видео видите что творится как ребенок сегодня носится гоняет меня как сидорову козу ух так что сейчас посадочку сделаем и после посадочки можно будет сказать до новых встреч пока нет пока мы еще летим 28 километров в час северного ветра друзья вот правый борт дует посмотрите внизу аэродром наш колдун 28 километров в час мы могли бы сейчас я могу еще набирать сейчас 7 часов вечера уже так вот интереснейшее вот это вот классическое явление когда в хорошую погоду шикарную когда можно на Монблан летать нифига себе дует как вверх образуется вот зона где сейчас идут осадки это зона где сталкиваются юг и север то есть у нас дует север там еще дует юг и в какой-то момент туда попадает гора Шабар которая участвует в нашем клипе про разбор парапланерных полетов вот смотрите гора Шабар вот насколько отдалена от нашего аэродрома сейчас на нее крыло показывает вот сейчас там дует уже север несмотря на то что там недавно дул юг и вообще у нас сегодня мы сегодня днем сюда прилетали как раз проходили дул юг юго-запад вот такая вот красота это комментарии к разбору полетов будут мне сейчас надо решать буду я садиться против ветра на север курсом или я буду садиться на юг 22 километра в час 27, 28, 22 то есть вот тот самый предельный ветер я об этом ролике говорил и вот оно прям ну вот что-то насклал должен подходить к какому-нибудь развороту уже вот он подходит к торцу полосы вот на прямой приземляется сейчас он нам скажет какой у нас там будет ветер вот так вот клаус разворачивается и спокойненько шуршит себя на моторе ну что ж друзья учитель приземлился вот он подрулил уже к ангару зарулил он передал что ветер нормальный то есть 25-27 км в час то есть он предельный скажем так чуть сильнее я уже не буду заходить на посадку по ветру но в такой вот конфигурации в принципе можно смотрим шасси у нас выпущено пускай заодно постоянно мониторю ветер ветер сейчас 23 км в час 23 км в час 24 км в час по колдуну обычно есть некоторый западный компонент но практически нет западного компонента чуть-чуть он там присутствует то есть ветер и это сейчас больше западного компонента 28 км в час ветер ну так временами добавляет но я сейчас прокачиваю тормоза чтобы они у меня были соответственно 27 км в час попутный ветер вот он аэродром и можно садиться против ветра но потом непонятно совершенно как перетаскивать планер на моторе наверное ехать поэтому я в такой ситуации предпочитаю до 30 км в час а сейчас 27 использовать заход по ветру мне это не так страшно как кажется понятно что мы дополнительной энергии имеем в планере относительно земли достаточно много но мы тогда заходим с большей дистанции более длинная глиссада надо понимать что в этом случае есть шанс красиво рассеять энергию и приземлиться что я сейчас продемонстрирую полностью выключены воздушные тормоза и я докладываюсь высоко но мы как раз пройдем подальше и я соответственно закрыл их тоже на лендинг чтобы иметь максимально возможную крутизну глиссады мы будем идти по ветру кусок сейчас мы сбрасываем избыток высоты я совсем высоко зашел ну я еще нацеп фактически кругом вот сейчас более-менее я пришел туда где можно уже говорить что да делается там третий разворот здесь так проверяю еще раз шасси доклад я сделал 29 км в час ну вот реально предел по ветру еще чуть-чуть я бы уже не дергался 30 км в час ну вот на пределе предельные параметры сейчас я компенсирую углом приближение к аэродрому вижу как меня сдувает 24 км в час ну вот там было самое место сильное и сейчас вот буду делать доворот уже на полосу делаю доворот на полосу и если как меня лихо несет по ветру лихо да полностью выпускаю интерцепторы немножко немножко их убираю потому что иначе уже не беречу вот такое среднее положение хоть и по ветру а тоже без фанатизма переваливаю деревья и вот здесь за деревьями я интерцепторы чуть добавляю чтобы иметь возможность уже быть пониже да отлично дует чуть подтянусь поближе к полосе 100 км в час сейчас буду выравнивать выравнивали оп как прекрасно прекрасно едем оп проверяю тормоза хорошо и съезжаю вот такой вот друзья был полет ой наснимали контент огонь погода бомба контент огонь фу устал реально вот сейчас вот такая усталость чувствуется когда с учениками летаешь устаешь меньше фух видите как приходится работать чтобы радовать вас хорошим контентом ну что до новых встреч глубоко уважаемые любители летных видов спорта как же хорошо-то ух 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 домой ух ужин ты дэк